Вот так по-свойски президент Рустам Мениханов справляется о здоровье жителей двора по улице Столярова. Сейчас здесь пожилым есть где посидеть, детям поиграть и просто полюбоваться на цветы. Сейчас мы с Натальей Волмой, с архитекторами, учимся их проектировать так, чтобы были учтены все необходимости и для тех, кто живет, и для тех, кто транзитом входит. Каким был двор, помнит и Юлия Новикова. Ее дочке уже девять. Говорит, что качели и горок здесь никогда не было. Ни дорожек, ничего не было, ни детской площадки. Приходилось в соседние дворы ходить, собирать с ребятами. Очень хорошо все сделали, так красиво. Спасибо всем, кто участвовал. Покрасили, как стена была, вот такую же сделали. Я маляр, из которого все разбираю, все смотрю. Двор теперь не только наш. Здесь территория добрососедства. Жители не ленятся взять в руки краски, лопаты и белила. А при реконструкции строители максимально старались сохранить планировку двора и зеленое насаждение. Появились малые архитектурные формы, освещение, новый асфальт. Все заранее обсудили с жителями. Были вопросы, связанные с поднятием грунта и выраиваемой площадки, и контур-уклоны, и газоны, и чернение. То есть здесь большая работа, где-то она вышла, мы сейчас подбиваемся как раз, на 2,5 миллиона рублей. К этому двору относятся три дома. Кстати, жители не собираются ограничиваться только программой. И каждый вносит свою лепту. Вот и цветы Рафаэля Закиевича уже многих радуют. Здравствуйте, Рафаэль, а вы работаете? Да, стараемся понихонечку шевелиться. Хоть на пенсии, но все равно делаем для людей все это полезное, красивое. В Кировском районе Казани таких дворов еще 130. В этом году благоустроить по программе «Наш двор» собираются 23 из них. Президентская программа продлена на 5 лет. Она охватит более 7 тысяч дворов по республике. На работы выделено 50 миллиардов рублей. Продолжение следует...